Мы в образовательном хабе выводим поддержку аттестата в отдельную программу, и в связи с этим возникают вопросы про аттестат, как проходит аттестация, где ребенок зачислен, контингент какой школы, и какой диплом в окончании ребенок получает. Если он приходит к нам, обучается в Черногории, в итоге что же получается? Мы всем родителям с самого начала говорим, что мы, Дукле Академия, зарегистрированы на территории Черногории как обыкновенные ООО. Мы не являемся лицензированной школой, и вот уже 10 лет работаем на основе семейной формы организации образовательной деятельности. Хочу рассказать и показать, как это выражено в виде бумаг, в виде письменного подтверждения. Эти 10 лет мы работали с российскими школами. Я сама видела, как закон о семейном образовании принимался. 10 лет назад ничего подобного не было. Мы искали прекрасных и сильных партнеров, которые нас брали на домашнее обучение, на заочное, сетевая форма взаимодействия. Действительно, раньше имело значение, какая у тебя прописка, какая у тебя регистрация, гражданином какой страны ты являешься. Что же на данный момент? Не буду пересказывать всю 10-летнюю историю. Она была всегда прекрасной, и всегда я только с благодарностью вспоминаю те удивительные школы, которые нас всегда поддерживали. И 548-ю с директором Ефимом Лазаревичем Рачевским, и с школой для одаренных детей в Самаре. Марина Венедиктовна Наянова нас поддерживала. В общем, это удивительные большие люди, низкий им поклон всегда. Что на данный момент? На данный момент мы хорошо, плодотворно, профессионально работаем со школой Пинаты, которая находится в Москве. И вот совсем недавно я получила документы своих собственных детей, и хочу с вами поделиться о том, как это выглядит. Итак, мы, как Дукли Академия, являемся партнером с такой школой. У самой школы есть и лицензия, вот, пожалуйста, лицензия на образовательную деятельность, да, вот здесь вот копия верна. Есть свидетельство о государственной аккредитации, да, на начальное, основное и среднее образование. И вот есть еще приложение к лицензии. В общем, есть все документы для того, чтобы осуществлять образовательную деятельность. И в уставе такой школы стоит семейная форма обучения. Таких детей они могут поддерживать. И вот дети, обучаясь у нас, дышат прекрасным хвойным воздухом, купаются в Адриатическом море, счастливые, довольные, живые, здоровые, не потерявшие контакт с собой, которые ходят в образовательные путешествия, которые принимают участие в невероятных гуманитарных акциях, в проектах для всего города. Портфолио этих детей становится все толще и толще. Понимание себя становится все лучше и лучше. Выборы, которые мы им предоставляем, благо есть смешанная форма обучения, есть онлайн, есть много открытых платформ. Этих выборов становится все больше и больше. Наши дети действительно знают, чего они хотят, чего они не хотят, понимают много про себя, умеют общаться с другим. Могу много говорить об этом, но сейчас про бумажки. Вот покажу вам, как выглядит диплом, который человек мой получил за девятый класс. Итак, личное дело выглядит вот так. У всех обучающихся оно есть, со всеми печатями. Видите, сзади тоже проставлены все печати. Внутри все оценки и все печати. Все это есть. Это девятый класс. Вы видите, что здесь окончание... Нет, это одиннадцатый класс. Вот это девятый класс. Вот здесь окончание за девятый класс. И вот так выглядит аттестат за... Сейчас не буду... За девятый класс. Здесь написано, что вот моя дочь Софья Андреевна Эмильфар в двадцать первом году окончила общеобразовательную, автономную, некоммерческую организацию, среднюю общеобразовательную школу пенаты, город Москва. Не пишется ни город Будва, ни Черногория, ни семейная форма обучения. К аттестату прилагаются все оценки. Да, все подтверждено, заверено. Вот оно, приложение к аттестату. Номер закрываю, остальное вам все показываю. В одиннадцатом классе человек получает вот такой аттестат. Ну, у кого-то синий, у кого-то, может быть, и не синий, с золотой медалью, может быть, кто-то закончит. Но, в общем, аттестат. Вот также город Москва, государственная школа. Да, также все, вот они, все предметы, приложение к аттестату для нашей одиннадцатиклассницы Ирины. И эти бумаги, полученные от государственной школы, позволяют дальше пойти в БУЗ, пойти в колледж и так далее. И по требованию ВУЗа или колледжа предъявить весь необходимый пакет документов. Поэтому прекрасная форма, семейная форма, которая позволяет нам быть свободными, самим строить свое образование, получать качественное образование и отвечать на вопрос «Зачем?». Ведь очень часто нас дети спрашивают «А зачем?». Вот и мы в Хаббе разделили поддержку аттестата в одной стороне и реальное образование через колледонинг-центр, через взаимосвязь с людьми, с институциями, с администрацией и так далее в другую часть. Поэтому теперь на вопрос «А зачем нам это нужно?» у нас есть с вами ответ. Вот эта тебе бумажка нужна для поступления, к примеру, потому что это требования. А вот это ты изучаешь, потому что это твой выбор и это твой интерес, и мы тебя в этом поддерживаем. Поэтому мне радостно, что мы можем быть свободными и качественно представленными. И мы с вами, взрослые, можем вот в это удивительное время, такое быстрая пандемия нас всех еще пересобрала еще разок, да, и мы с вами, взрослые, можем пересобрать образование для наших детей и сделать его соответствующим их запросам. Мне кажется, это очень круто. Поэтому присоединяйтесь к нашему классному проекту. Все по-честному, все по-правде и все с большой поддержкой и любовью.